122 детский сад сегодня посетил глава города в рамках традиционного объезда. С какими предложениями обращались тагильчане к мэру? Безопасность детей, забота общая, круглый стул с таким названием прошел сегодня во дворце детского и юношеского творчества. Православные христиане готовятся встретить праздник Крещения Господня. Специально оборудованное для этого место на Тагильском пруду сегодня проинспектировали на предмет безопасности. Здравствуйте, в эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Марина Хрусталева, готовы рассказать о событиях среды. 122 детский сад сегодня посетил глава города один из объектов в рамках традиционного объезда. Речь в дошкольном учреждении шла о ремонте крыш в объединении. В прошлом году, рассказали Сергею Носову, обновлено две кровли. Еще шесть нуждаются в капитальном ремонте. С какими предложениями обращались тагильчане к мэру? В репортаже Натальи Филимоновой. Только диалог власти и народа может изменить ситуацию к лучшему и повысить качество жизни горожан. В этом уверены жители дома по улице Максарева, 9. Женщины выражают благодарность главе города Сергею Носову, что он отозвался на их боль и приехал, чтобы лично разобраться в ситуации. В квартирах холодно. Говорят, что ТЭЦ нам дает низкие параметры. И получается замкнутый круг. Для того, чтобы обеспечить огромный жилой фонд, Горэнерго вынуждены разбавлять водой. То есть, если к ним зашло в среднем 70 градусов, они разбавили. Конечно, в дом зайдет 55-58 градусов. А этого для панельных домов не хватает. Если говорить про теплоснабжение, то Держинский район – один из проблемных в городе. Это и качество самих трасс, это ситуация с гидравликой, напором воды, прежде всего теплоносителя в наши дома. Теплоснабжение Держинского района требует серьезной реконструкции. Даже не капремонта, а реконструкции. В 122-м детском саду Сергею Носову рассказали. Объединение, куда и входит дошкольное учреждение, в прошлом году отремонтировало две кровли. Осталось привести в порядок еще шесть. С одной стороны, может быть, приятно слышать, когда директор объединения говорит, как здорово, мы в прошлом году капитально отремонтировали две крыши, осталось еще шесть. Когда две, может быть, это хорошо, если не понимать или не знать, что надо еще шесть вообще-то делать. Будем этим заниматься. Задача этого года как минимум половину за год переделать. Во время посещения Держинского района, а такие объезды традиционные в городе, жители имеют возможность пожаловаться на недобросовестных коммунальщиков или поблагодарить Сергея Носова за проделанную работу. Побывал Сергей Носов и в ледяном городке, построенным по инициативе бизнесменов. Мэр отметил предприниматели и должны подобным образом относиться к нужным горожан, занимаясь благоустройством микрорайонов. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Евгений Нетунаев. Новости Тагил-ТВ. На постоянной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию депутаты Нижнепягильской думы заслушали и приняли к сведению доклад начальника управления муниципального имущества администрации города Мариной Михайловой о взыскании задолженности за аренду муниципального имущества за 2016 год. За 2016 год управление муниципальным имуществом существенно уменьшило дебюторскую задолженность. С 84 миллионов до 50 практически. Управления выполнялись в соответствии с действующими нормами. То есть выставлялись претензии, напоминания, подавались иски в арбитражный суд. Попыскания задолженно получались, на руки исполнительные листы. Хотелось бы также отметить, что в 2016 году администрация города начала работу немножечко в другом плане по взысканию задолженности. По трём крупным должникам аптеки Вагонка-Стриганова и его респект были возбуждены исполнительные производства и управление муниципального имущества и инициированы процедуры банкротства. Если в 2014 году составлялось выше 100 миллионов, то на конец 2016 года ровно половину меньше. Ну, как бы там ни было, а это объективно. Я предлагаю принять информацию к сведению. Не думаю, что нам есть смысл это в дальнейшем рассматривать. Запланированный капремонт многоквартирных домов на Среднем Урале в минувшем году выполнен на 100%. Об этом рассказал глава регионального министерства энергетики ЖКХ Николай Смирнов. В прошедшем году перед региональной властью фондом капремонта и органами местного самоуправления стояла непростая задача отремонтировать объекты текущего года и максимально закрыть долги за 2015 год. Окончательные итоги выполнения программных мероприятий по капитальному ремонту будут подведены к 1 февраля. К этому же времени региональный оператор должен определить первую десятку муниципалитетов по уровню собираемости взносов. Данные территории предполагается пощадить дополнительными средствами на капремонт. Финансирование пройдет за счет процентов, накопленных на депозитах фонда за 2016 год. Православные христиане готовятся встретить праздник Крещения Господня. Одна из традиций купания в проруби. Специально оборудованное для этого места на Тагильском пруду сегодня проинспектировали на предмет безопасности. С подробностями Алексей Алексеев. Считается, что на Крещение особые целебные свойства приобретает вся вода. И Тагильский пруд не исключение. Всех, кто верит в это и в праздник собирается очиститься в Иордане, ждут у клуба «Моржей Спартак» по адресу проспект Мира 1. Размеры проруби для крещенского купания – 2,5 на 2 метра. Глубина – 1,70 метра. Надежность конструкций, которые установлены для удобства погружения и предотвращения несчастных случаев, специалисты гарантируют. Подготовились, как обычно, в принципе. То есть делали деревянный короб, настилы, чтобы полностью обеспечить безопасность. Вот. То есть все делали, как обычно, ежегодно. Организаторы мероприятия информируют. 19 января с 7 утра до 10 вечера переодеться и обогреться можно будет в установленной у проруби палатке и самом клубе «Моржей». Предусмотрены особые меры для обеспечения порядка и оказания при необходимости медицинской помощи. Все силы и средства МЧС, в том числе и городские силы и средства, приведены в повышенную готовность в связи с проведением крещения Господня. В городе Нижний Тагиль – это единственное место, где официально организовано купание, поэтому дежурство будет организовано здесь. Обычно окунуться в прорубь в день крещения приходят около 2000 тагильчан. Ожидается, что в этом году желающих будет больше, поскольку синоптики обещают сравнительно комфортные погодные условия. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Дома с печным отоплением – предмет особого внимания сотрудников пожарной охраны. Очередной профилактический рейд прошел сегодня в микрорайоне рудника Третьего интернационала. Жителям напомнили об осторожности при обращении с огнем. Люди, кто эксплуатирует хорошо, у кого все соблюдается правильно, кто-то запускает это дело. Смотрим нарушения, какие есть, выписываем предложения для устранения недостатков. Как обычно, в ходе подобных мероприятий инспекторы раздают памятки с информацией для взрослых и детей. Еще раз напоминают правила пользования печным оборудованием. Неправильная его эксплуатация остается одной из основных причин возгораний в частном секторе. В связи с этим специалисты не сомневаются, такую работу следует активно продолжать. И в продолжение темы гость студии, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горно-Уральского городского округа Надежда Солярская. Поговорим о том, какая ситуация сложилась в Нижнем Тагиле с пожарами, как уберечься от порой трагических последствий разгула огненной стихии. Здравствуйте, Надежда Александровна. Здравствуйте. В зимнее время учащается использование печей и обогревательных приборов. Как это складывается на общей картине? У нас увеличивается количество пожаров именно по этим причинам. По причине неисправности печного оборудования и неправильной эксплуатации электроприборов. Можете назвать одной из основных причин возникновения пожара в жилых домах? Это печное отопление, либо электропроводка, может быть, это человеческий фактор. Что чаще? Основных причин у нас на данный момент три. Прежде всего, это неосторожное обращение с огнем самими людьми. В 2016 году у нас по этой причине произошел 81 пожар. На втором месте электропричины. 45 пожаров было именно связано с ними. И по причине печного отопления произошло 22 пожара в жилье. А назовите, пожалуйста, несколько цифр статистики, возможно, за этот год. В этом году у нас в городе произошло 12 пожаров. И при пожарах погибло уже 5 людей. В то время как в прошлом году на 18 января было только двое погибших. А как ведется профилактическая работа в этом направлении? Профилактическая работа ведется и инспекторами отдела надзорной деятельности, и дежурными караулами 9 отряда. Также у нас есть штатные инструктора профилактики в Центре защиты населения и территории города Нижний Тагил. Внештатные инструктора профилактики при ЖЭКах. Все эти люди ведут профилактическую работу в жилье по предупреждению пожаров. Зачастую встречаются, так сказать, неблагонадежные, неблагополучные граждане, за действием которых может пострадать в том числе не только их имущество, но и весь подъезд и другие граждане. Как ведется работа в этом направлении? Конечно, такие граждане встречаются, и часто нашим пожарным приходится эвакуировать соседей через задымленные лестничные клетки, а иногда даже через окна квартир. И с такими гражданами, конечно, нужно работать, что мы и делаем. Сейчас у нас организуется работа совместно с участковыми уполномоченными и с Центром защиты населения и территории города Нижний Тагилл. Мы планируем совместные рейды, чтобы уже совместными усилиями попытаться оказать воздействие на этих граждан. Давайте напомним нашим слушателям основные меры предосторожности при использовании печного отопления либо электроприборов. При эксплуатации электроприборов обязательно нужно помнить, что электроприборы должны быть исправны, так же, как и вилки, розетки, с помощью которых мы их включаем. Нужно помнить, что обогреватели – это прежде всего электроприборы нагревательные, их нельзя ставить вблизи штор, занавесок, ковров и вблизи других горючих предметов и материалов. При эксплуатации печи нужно помнить, что это источник открытого огня, и к ней, конечно же, нужно относиться очень внимательно. Прежде всего, содержать в исправном состоянии, не допускать трещин в печной кладке, если они появились своевременно, их устранять. При розжиге печи ни в коем случае нельзя использовать легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, ни в коем случае нельзя оставлять печь, топящуюся, без присмотра или под надзором малолетних детей. Дети и пожары – тоже очень важная тема. Как ведется в нашем городе профилактическая работа в этом направлении? Какая статистика может быть уже озвучена? В прошлом году пожаров по причине детской шалости у нас не было, так же, как, к счастью, не было погибших среди детей. Но наши тагильские дети в четырех случаях получили травмы. В одном случае это были травмы, несовместимые с жизнью. Вы помните полуторамесячный ребенок в декабре. Профилактическая работа с детьми и их родителями у нас в городе ведется достаточно большая. У нас проводится обучение и в детских садах, и в школах. Работают педагоги и с детишками, и с их родителями. Создан координационно-методический центр по пожарной безопасности по инициативе и пожарной охраны, и администрации города. Поэтому можно сказать с уверенностью, что работа в нашем городе по профилактике детских пожаров ведется достаточно серьезная. Спасибо за беседу. А мы переходим к другим темам дня. Не переключайтесь. В рейд выйдут и госавтоинспекторы. С 19 по 21 января в городе будет проводиться операция «Безопасная дорога» в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Особое внимание инспекторов будет приковано к пешеходным переходам. Водители зачастую не пропускают пешеходов, не считая это серьезным нарушением. А пешеходы не убеждаются в безопасности перехода проезжей части, переходят в неположенных местах, надеясь, что они успеют перейти или останутся незамеченными сотрудниками ГАИ. Стоит отметить, за прошедший год на территории города и пригорода произошло 111 ДТП с участием пешеходов. 107 человек получили травмы, 13 погибли. 53 миллиона рублей требует Нижний Тагил от подрядчика на некачественный ремонт Черноисточинского шоссе, сообщает интернет-портал Тагил-Сити. В арбитражном суде Свердловской области находится на рассмотрении исковое заявление от службы заказчика городского хозяйства в адрес ОАО «Трест Уралтранспецстрой» с требованием оплатить выполнение гарантийного ремонта Черноисточинского шоссе. Напомню, в этом году дорогу ремонтировали за счет муниципалитета, так как подрядчик настаивал на сокращении объемов гарантии. Частично работы были выполнены, и город подал заявление в суд на возмещение убытков с суммой более 53 миллионов рублей. В арбитражном суде подрядчик пытается отсрочить момент вынесения судебного решения, считают специалисты. Так, ответчик уже ходатайствовал провести самостоятельный ремонт дороги. Также он требует провести экспертизу, которая невозможна в зимнее время. Суд длится уже более шести месяцев. По данным официального сайта арбитражного суда Свердловской области, «Трест Уралтранспецстрой» с 2005 года выступал ответчиком 25 раз. Безопасность детей – забота общая. Круглый стул с таким названием прошел сегодня во Дворце детского и юношеского творчества. В нем участвовали представители экстренных служб и руководители детских садов. Насколько критичная ситуация в Нижнем Тагиле, узнала Анна Хабарова. Семейные праздники, социально значимые акции, флэш-мобы. Воспитатели используют разные формы работ по теме безопасности жизнедеятельности с детьми и их родителями. Внедряют они и новые формы. Одной из последних стало лего-конструирование. Оно развивает не только техническое мышление, но и внимательность. В центре лего-города расположен детский сад. Окружают жилые дома, различные здания, проезжая часть, пешеходная зона. Занимаясь любимым делом, ребята знакомятся с дорожными знаками. Сигналами светофора учатся правильно переходить дорогу. Данный конструктор есть практически в любой семье. Поэтому родители были активно вовлечены в создание игры «Лего-город». На деле же ситуация обстоит не столь оптимистично. Всего за прошлый год в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло 43 ДТП с участием детей. 45 человек получили травмы. К сожалению, не обошлось и без смертей. Под колесами погибли пять несовершеннолетних. В 2015-м таковых случаев зарегистрировано не было вовсе. В любом случае, по любому факту травмирования детей, я думаю, что, как бы то ни было, усматриваются в первую очередь и много взрослых. Здесь две стороны, либо это родители, где-то неправильно вас гибают, где-то не объясняют, либо это та сторона, которая касается нас с вами. Это то, что мы где-то, возможно, не объяснили, где-то не подсказали, где-то не поставили на ту действие. Гибнут дети не только под колесами, но и в огне. Правда, не в Нижнем Тагиле. В прошлом году в нашем городе произошел 231 пожар. Пострадали 4 ребенка. Огнеборцы отмечают, ни одно из возгораний не произошло из-за детской шалости. В 88 у нас было неосторожных обращений с огнем. В них дети не принимали участие. Но по своему опыту могу сказать, что, опять же, детская шалость по сравнению со взрослым неосторожным обращением с огнем, она очень страшна чем? Ребенок нашалил, испугался, никому ничего не сказал, убежал, все осталось открытое. То есть пожар зачастую принимает большие масштабы. На моем случае был пожар, когда из-за детской шалости одновременно выгорело 8 квартир. Участники кругового стола «Безопасность детей. Забота общая» подвели итоги 2016-го и наметили планы на 2017-й. Подобные мероприятия планируют проводить и впредь. Анна Хабарова, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагилтв. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на четверг, 19 января, 59 рублей 18 копеек. Евро 63 рубля 22 копейки. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США 59 рублей 42 копейки. Покупки 59 рублей 22 копейки. Единую европейскую валюту можно приобрести за 63 рубля 43 копейки. Реализовать за 63 рубля 26 копеек. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Зимние каникулы зарядили энергией и вдохновили на новые победы. Воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества вернулись из Перми. Там финишировал турнир по теннису «Зимний кубок Прикамья». В нем принимали участие юноши и девушки от 9 до 15 лет. Около 40 спортсменов из Челябинска, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Нижнего Тагила показали отличный уровень игры. В одиночном разряде в своей возрастной категории почетное третье место заняла тагильчанка Вероника Варлакова. К успешному выступлению на состязании ее подготовил тренер Дмитрий Новичков. Тагильчане вновь планируют попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Со склонов горнолыжного комплекса «Горы Долгая» спустится лавина из лыжников и сноубордистов. Организаторы планируют собрать одновременный спуск большого количества спортсменов. Присоединиться к акции призывают всех любителей горнолыжного спорта. С собой предлагают взять фонарики – ручные, налобные или встроенные в телефон. Сход первой лавины претендует на то, чтобы попасть в самую знаменитую Книгу достижений. Он запланирован на вечер 20 часов 29 января. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на месте с 18.00. Такова была информационная картина дня. Смотрите нас в сетях кабельных операторов. Также нас могут увидеть и абоненты IP-телевидения «Конвикс». 225-я кнопка. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. Затем мы, которые лягут в основе репортажей, дарим призы. Спонсор рубрики – компания «Арт-Медиагрупп». Всего доброго. До свидания. Сенегорская – залог здоровья и успеха.